Итак, финал Сюгуна выпущен после взрывного предпоследнего эпизода. В хороших шоу большая часть динамики обычно в предпоследнем, а финал возвращается на землю. И он опирается на всё, что мы видели. Сюгун сделал это идеально. Заключение вызвало вопросы, но обеспечило ясность и завершённость, оставив открытым. Битвы при Сакигахаре не было, как предсказывали многие. Сериал использовал пример мини-сериала 80-х и романа, обходясь без неё. Потому что шоу не о битве при Сакигахаре, а о всём остальном. Как сказал Тарунага, он послал женщину сделать то, что не могла армия, значительные слова. Не будем ждать и сразу перейдём к эпизоду. Вот расшифровка конца 10-го эпизода Сюгуна. Старость Джона и его судьба. На протяжении всего эпизода, а также в определённые моменты, основное внимание уделялось Блекторну в его преклонные годы. Это было что-то, о чём мы на самом деле не знали, реально это или нет. Но это переместило нас в где он был стариком и, казалось, жил в Англии. Но из-за украшений, которые были вывешены по всей его комнате, это показывало, что он хорошо оглядывался на время, проведённое в Японии. Там был шлем с изображением знамени Тарунаги и его меча, на котором было написано, что он сражался с целой армией. Это может свидетельствовать о том, что он в конце концов выбрался из берегов и вернулся в Англию после службы в Тарунага. Одна вещь, которая заставляет меня думать, что это может быть реальным, является тот факт, что, когда сцена открывалась и закрывалась, тикали часы. Фон, почти символизирующий ход времени. Тем не менее, то, что заставляет меня задуматься, то, что это могло быть сном, связано с тем, что он держал крестик Марика, который он бросил в воду, когда Фудзисама развеял прах её мужа и ребёнка. Также это произошло, когда Джон был в бессознательном состоянии после взрыва, при котором была убита Марико. Представляется, что эта сцена почти олицетворяла сон Джона, что связано с названием. Джон мечтал покинуть Японию и вернуться на родину, прожить дни в Англии. Когда его спросили «Подарил тебе дикарь?», это показало разницу в его мышлении, так как позже, когда он снова потерял сознание, этот вопрос вновь возникал в его голове. И затем вырезал окмарика в нескольких местах. Серия боролась с чувством принадлежности Джона, достигая точку, где он не вписывался ни в европейскую культуру, к которой он привык, ни в культуру и страну, где он оказался в Японии. Он описывал людей как дикарей. Не ступив ещё на землю Японии, однако проснувшись, его мысли кардинально изменились. Не думаю, что мы когда-либо узнаем, была ли эта сцена сном или реальностью. Склоняюсь к тому, что это был сон. Реальный Джон Блэкторн, а именно Уильям Адамс, никогда на самом деле не покидал Японии. Жил и умер там. У него там были даже дети. Если шоу стремится оставаться верным истории, что оно пыталось сделать много раз, мне кажется, это похоже на сон. Сердце Джона было разбито, и его горе по Марика стало темой серии. У него был крест Марика, который отец Мартина Львита подарил ей 14 лет назад, когда у неё не было слов. Блэкторн держал этот крест весь этот эпизод. Даже держал его, собираясь на Сэппуку. Он был полон горя, слова не могли нечто исправить. Его рядом с Фудзисамой, пустое место, где сидела Марика, было ощутимо. В лодке Кейтзира плача о ней. Мощный момент. Музыка поддерживала сцену. Марика просила церковь осторожно с жизнью Джона после смерти, заботливо избегая засады. Оценил мысль о нём в последние минуты. Конечные моменты. Иоанн молит Бога, не протестантского или католического. Протобог, показывая, что в этот момент он отложил внутреннюю войну перед высадкой на берега Японии в сторону, демонстрируя, что ему всё равно. Даже увидев Торанагу, он заявил, что война ему не нужна, и она считается малой войной, показывая, что Япония изменила его, Марика изменила его, и он уже не тот, который прибыл сюда впервые. Только в конце эпизода мы увидели, что он смог отпустить Марику, бросив её крест в море, когда Фудзисама развеяла пепел семьи, говоря, «Отпусти свою руку». Это было что-то, что мне понравилось. Джон говорил, что душа, преданная морю, живёт вечно. Так его убеждение в это вносит связь двух разных культур. Было что-то интересное. Хорошо. Блэкторн имел некоторые моменты. Например, когда он встречался с Оми. Всё было иначе. Они оба были уважительны, и когда Оми попросил мечи и ружьё Джона, он легко отдал. Это было так необычно по сравнению с первыми сериями. Тодо Бунтаро помог Блэкторну спасти свой корабль. Не думаю, что кто-то мог это предугадать, но Блэкторн нашёл своё место в Японии. Он больше не был варваром, каким его видели при прибытии. Люди больше не казались ему дикарями. Теперь между ними было взаимное уважение. Он сумел найти своё место. Судьба Ябусигэ. Его история была сложной, но простой за сериал. Мужчина всё делал, чтобы выжить и не сталкиваться со смертью. Хотя к концу сериала смерть оказалась главной угрозой. Шпион Торанаги из Осаки заметил, как Ябусигэ привёл Синоби в замок в ночь смерти Марико. А чувство вины после этого указывало на его участие в происшедшем. Мы видели, что он сожалеет и просит прощения, когда Джон держал безжизненное тело Марико, понимая, что совершил большую ошибку. Когда Ишидор поблагодарил его за верность и сказал, что у него будет место в Совете, если Ишидор выиграет войну, на самом деле это было последнее, о чём думал Ябусигэ. Он чуть было не потерял сюжет из-за своего участия. Дело в том, что произошло землетрясение, когда Ишидор объявил регентам, что они. Это напомнило Ябусигэ о тех временах, когда бывший Тайко собирался пойти войной с Торанагой, но увидел в землетрясении дурное предзнаменование, и вместо этого был вынужден заключить с ним мир. Так что, когда Ябусигэ вернулся в то время, я думаю, что он видел это как. Это был признак того, что он принял неверное решение и знал, что встретит свою кончину, когда он вернулся обратно в рыбацкую деревушку Эджира. Отчаяние, которое он испытывал, умоляя Анджин отплыть с ним в Англию, было чем-то, что представляло собой почти полную противоположность в начале шоу в первой серии. Джон был у Ябусигэ на контроле в первом эпизоде, когда иезуиты тащили его перед ним. А сейчас Джон, единственная надежда для Ябусигэ выжить, никто не сочувствовал, когда Джон сказал «соберись». Ябусигэ потерял всех своих людей, которые теперь верны Торанаге, после его предательства. Даже Оми передал Торанаге информацию о Ябусигэ, которую ему передали. Несмотря на то, что это напрямую не было сказано, я думаю, это был тест от Торанаги для Оми, и если бы Оми не передал эту информацию, он бы об этом узнал. Торанага – мастер обмана, ничто не ускользает от него. Торанага приказал Ябусигэ совершить сипуку на следующий день, и мне действительно показалось, что эта встреча между Торанагой и Ябусигэ, давно знакомые, которым никогда не было должного уровня доверия, была одной из лучших в этом эпизоде. В 80-х многосерийнике публичная натура сипуку Ябусигэ, но данный сериал выиграл за счет интимности. Ожидал, что Ябусигэ отдаст Катану Блекторну, как в шоу в 80-х, но здесь он этого не сделал. Хотел это увидеть, это бы подчеркнуло уважение, что Ябусигэ ценил Блекторна как человека, не видя в нем варвара. Но то, что он спросил, может ли быть тот, кто поддержит его до отказа, обслуживает той цели. «Было что-то в предсмертном стихе. Ябусигэ, что было интересно мне, мое мертвое тело, не сжигайте и не хороните его, оставьте просто на поле и с ним, наполни желудок голодного пса». Я уловил две совершенно разные вещи отсюда, то, что Ябусигэ видел в себе предательскую сторону и недостаток лояльности. В его жилах течет кровь, но он не считает, что заслуживает погребения. Я увидел в Ябусигэ ценность в возможности дать пищу и силу собаке, что позволит продолжиться жизни. Во что верил Ябусигэ? Это неизвестно, но я думаю, он видел ценность в даре силы животному. Его последнее завещание, которое мы видели, как он писал разные разы в течение всего шоу, менял, когда чувствовал смерть, удивил писца своим завещанием, показывая, что он просто писал тайком, приятный штрих. Смерть подобралась к Ябусигэ и слова Торунаги. Зачем рассказывать мертвецу о будущем? Горькие последние слова. Жизнь идет без Ябусигэ. Необходим для плана Торунаги, но места для него в будущем, где Торунага станет лидером, нет. Так наш герой должен был сыграть свою роль. Главный сюжет Шагуна. План Торунаги. С первого момента, в первой серии, война объявлена Торунагой. И Шидо и его люди, подготавливающиеся к войне, показывают, как далеко он отстал по своему интеллекту от Торунаги. Я послал женщину сделать то, что не смогла армия. Момент, поменявший ход событий для Торунаги и битвы у Секи Гахары. Закончились Крововые Небеса, и в Осаке пала армия Морикора. Несмотря на то, что лорды Кияма и Оно противились решению госпожи Морико об войне, Ишида и регенты колебались. Исходя из судьбы Сугиямы, они опасались покидать Ишида, чтобы не столкнуться с аналогичной участью. После убийства Морико Трогательной была госпожа Отиба, сидевшая в глубине лавки все это время, и повлиявшая на принятие решения о походе. «Госпожа Марика ранее сказала госпоже Отибе, «Тебя не утомляет это». А Торунага, казалось, знала, что Марика будет убита и что Отиба подаст нужный толк до своего конца, и это именно то, что произошло. В стихе госпожи Отиба «Цветы цветы, потому что падают». Взятого из Морикора она добавила «Но, к счастью, ветер». Мне кажется, для Торунаги в этой строке больше смысла. В этом случае Торунага был ветром. Говорили, он формировал ветер, как хотел, и Торунага в это верил. В секретной записке ветром назвали Торунагу и госпожу Ачиба, показывая, что она должна быть верна Торунаге. Госпожа Ачиба не отправила армию героев на поле боя в Сакигахару, заставив регентов обратиться к Исида. Так Исида стал тем, кто отсутствовал на битве под знаменем героев, и другие реагенты избегали связи с ним. Это дало Торунаге победу. Парад нам так и не рассказал, что стало с Исида. Исторические книги говорят, что Исида Митсунари после поражения убежал с поля боя и был пойман в деревне. После его плена его голову отрубили и выставили на обозрение в Киото. Многие даймё армии Японии, поддерживавшие Исиду, были казнены. Торунага этого хотел, ища единую мирную Японию без войны. Он начал с Эдо. Ябусигэ предполагает, что Торунага хотел быть сюгуном единой Японии, на что Торунага не ответил. Он никому не признавался, что стремится к этому. Я считаю, что Торунага действительно стал этим. Это была его последняя игра. История говорит, что король Тайко остался в замке Осака после того, как Токугава Иэйсу стал сюгуном. Токугава Иэйсу многократно атаковал Осакский замок. В Осакской кампании 1615 года силы Токугавы слишком сильны для Хидеори. Он и его мать совершили сэппуку. Несмотря на то, что процессия объявила верность госпоже Атиба, и Торунага уважает это, если бы шествие продолжалось, Торунага сделал бы необходимые шаги, чтобы стать королем. В этом эпизоде видим, что Торунага уничтожил корабль Джона Блэкторна – Эразм. Это было сделано, чтобы Торунага мог сохранить контроль над пушкой. Мне было интересно, как Торунага видел жизнь сельчан. Он убил их, чтобы поддержать уловку, заставив Блэкторна верить, что они – христиане. Разрушили его пушку. Такого наглого Торунаги в шествии не видали, но он показал, куда готов зайти. В конце серии Блэкторн смотрел на Торунагу, наблюдавшего за вытягиванием лодки из воды. На лице Блэкторна была улыбка, как будто он наконец понял замысел Торунаги. С Торунагой впереди и камерой за спиной. Музыка достигла крещенда и появилось название «Сюгун». Этот эпизод закончился эпически, во всех смыслах этого слова. Мой обзор этого эпизода. Я считаю, что это был отличный эпизод Сюгуна. Беспокоит ли меня, что мы не увидим битву при Секи Гахаре? Я думаю, нет. Сцены битв эпичны, но это была не о битве. Торунага, его игра и миссия стать Сюгуном важнее. Что мы не видим его становление Сюгуном. Это тоже невероятно. Ставили его с кучей работы, и это показало его ум и лидерство. Мы увидели конец, прежде чем он случился. Торунага – сокол, о котором он заботился. Торунага уже в первой серии сказал, как сокол ждет своего момента. Когда он выпустил его, показал, что момент Торунаги настал. Кастинг в этом шоу просто потрясающий. Все отлично сыграли свои роли. Будь то таинственная Акада, эмпатичная Акечи, конфликтный Блэкторн, предатель Ябусигэ, или тактичный Йоси Торанага. Я бы сказал, что последняя серия могла быть длиннее. Не то чтобы были проблемы с динамикой, но моменты требовали завершения, и была необходимость внимания. Не было бы, если было бы 15-20 минут больше. Музыка в последней серии была лучшей в сериале. Каждое произведение гармонировало со сценой. Финал, или выдающийся момент, отъезд Блэкторна из Осаки. «Сёгун» будет одним из лучших мини-сериалов. Уже в топе, время будет благосклонно. Шоу безупречный происходит в редко изображаемый период. История, созданная Джеймсом Клавеллом 50 лет назад, всё ещё сильна. Абсолютное удовольствие смотреть этот сериал. И пусть говорят, что второго сезона не будет, я бы очень хотел, чтобы было что-то в этом мире или вселенной. Может быть, это приквел или спин-офф. Это слишком хорошо, чтобы просто оставить. А дают они цветы. Вот объяснение. Разъяснение конца 10 эпизода «Сёгуна». Если хотите больше материалов о «Сёгуне», то карточка в углу. Плейлист, разбивающий каждый эпизод шоу. Или перейдите на канал, где все видео. Благодаря.